Государство должно заниматься продвижением и пиаром государственных структур. Глава Комитета архивов и информации при Министерстве культуры Булат Калиембеков сходу обозначает позицию своего ведомства. Послушать его? Так казахстанский госсектор это варево в собственном соку. Одни тут законы пишут, вторые преподносят с выгодной стороны, а пипл, как водится, только хавает. Гражданскому сектору эта политическая гастрономия совсем не по вкусу. Суммы, выделяемые правительством на самопиар в средствах массовой информации, общественники считают сильно завышенными. Если в прошлом году на государственную информационную пропаганду ушло 22 миллиарда тенге, то уже в следующем году чиновники выделят на свой пиар вдвое больше. При этом никто не оценивает качество телепередач или газетных статей. На это указали владельцы частных изданий. Выживать на отечественном рынке им с каждым годом сложнее. Под ботикам видно же, что это кто основную массу денег забирает. И для чего? И это связано именно с коррупцией, с принудительной подпиской, ущемлением прав. То есть для чего это делается? И здесь вопрос, если открыто честно говорить. То независимые СМИ не нужны власти. И создаются условия, при которых их надо, чтобы они задохнули. Закрыть-то нельзя. Шум на весь этот мир. Поэтому потихонечку они вот сами умрут. А в этом списке все те, чей шум власть напротив радует. Это телеканалы Хабар, ОРТ Евразия, Казахстан, газеты Егемен Казахстан и Казахстанская правда. Они главные глашатые стабильности и процветания Казахстана. Судя по суммам, за укрепление позитивного имиджа, Астана готова платить большие деньги. Ни для кого не секрет, как идет подписка, например, на Егемен Казахстан и Казахстанскую правду в госучреждениях. Это не тайна и это все знают. Но розничная продажа Казахстанской правды какова? То есть, а мы на самом деле, кто ее покупает вообще, эту газету? В ответ довольно провокационная реакция чиновника. Покупают покупатели. Принуждительная подписка, я говорю, она, наверное, изживет, когда люди начнут возмущаться этому всему. А если мы, Диана, с вами тоже это обсуждали, человек идет и подписывается, и не возмущается, то так и будет происходить. Итоги встречи столь же сомнительные, как и сама идея мероприятия. Договориться гражданскому и государственному с сектором, кажется, так и не удалось. И пусть общественники пообещали прислать в министерство свои рекомендации, а аппаратчики вроде как их рассмотреть, все это больше походит на топорные коммуники. Встретились, обсудили, договорились и забыли.